Непростая экспозиция, а самая настоящая головоломка. В Самарском художественном музее открылась выставка скульптур «Трансформация после Брейгелей». Автор работ – член Российской академии художеств Александр Рукавишников. Болотна Брейгеля вдохновили автора на создание скульптур. И мы теперь можем видеть эти фигуры, которые главенствующие в произведении в трехмерном пространстве. Посмотреть на их выражение, лить, последить за их действиями. И вообще просто попробовать попутешествовать в 16-17 век, задуматься о династии серьезных живописцев, которые сыграли огромную роль в мировой культуре, да еще просто попробовать побыть немножко детьми. В выставочном зале размещены копии шести картин знаменитой нидерландской династии художников. Зритель оказывается вовлечен в занимательный квест. На холстах среди десятков фигур необходимо отыскать персонажей скульптур Рукавишникова. В одном исследовании я читал, что Гитлер Белегин-старший постарался в своих полуках числить буквально все детали окружающего его мира, всю Вселенную. Это буквально тысячи предметов, растений, но в том числе человеческие ситуации, человеческие типажи, то, что потом Карл Густов-Любинг назвал типами. Женщина плетет в чужого веретена и берет как бы ее ресурсы к себе. И точно такая же вот композиция на картине про Эггера. Есть некая мораль, что не нужно так делать. Бронзовые статуи декорированы методом холодной росписи, поэтому и смотрятся такими живыми и реалистичными. Автор проработал лица и костюма персонажей до мельчайших деталей. Можно увидеть косаря на жатве, танцующую пару, музыканта, играющего на волынке и других. Выставка будет работать до 4 февраля. Ксения Баканова, Петр Поломеев. События.